итак добрый день добро пожаловать на институт филологии журналистики и межкультурной коммуникации южного федерального университета зовут меня андрей рослый я работаю доцентом в институте молодцы что пришли молодцы что присоединились мы сегодня будем говорить о магистратуре института филологии журналистики и межкультурной коммуникации на собственно порядок нашей встречи и беседы очень простой мы сегодня выступим сможем поговорить с руководителями образовательных программ вы уважаемые абитуриенты сможете задать свои вопросы сделать это можно при помощи чата достаточно просто можете написать туда тестовое сообщение можете не писать можете уже сразу начинать с вопросов потом запись нашей сегодняшней встречи будет доступна в фейсбуке и я обязательно сделаю рассылку так что вы ничего не упустите ну что ж время начинать будем быстрые оперативные и информативные я с радостью передаю микрофон и предоставляю слово директору института филологии журналистики и межкультурной коммуникации гульнаре рашидовне ломакиной гульнар пожалуйста спасибо большое андрей сергеевич и добрый день уважаемые друзья мы рады вас всех приветствовать на нашем таком виртуальном не открытых дверей виртуальный формат взаимодействия с магистрантами становится для нас все более и более привычным и в целом у нас образовательный процесс в этом году по большей части магистратуре организован в виртуальном формате с использованием различных средств позволяющих вести реализацию образовательного процесса в дистанционном формате сегодня мы очень коротко вам расскажем обо всех образовательных программах которые мы планируем к набору в этом году вы сможете перед задать все интересующие вас вопросы познакомиться со всеми руководителями образовательных программ и в начале несколько таких вот общих слов касающихся в целом магистрской подготовки в институте филологии журналистики и межкультурной коммуникации южного федерального университета в этом году у нас стартует такой пробный и экспериментальный набор на большую междисциплинарную программу бренд коммуникации в журналистике рекламе и пиар набор мы будем ввести на укроплен укропленное направление подготовки и уже затем делить группу на тех кто будет обучаться по направлению журналистика и по направлению реклама и связи с общественностью но в целом эта программа подразумевает возможность такой гибкой образовательной траектории и возможного такого изменения вашей образовательной траектории в процессе обучения она является очень практика ориентированы чуть подробнее вам потом елена владимировна шерина руководитель образовательной программы вам расскажет также у нас традиционно мы ведем набор на 5 образовательных программ по по направлению подготовки образования и педагогика и три образовательные программы по направлению подготовки филологии и языкознания. И в рамках филологии у нас в этом году стартует, тоже впервые набор осуществляется на интегрированную образовательную программу. Она будет очень сильно теоретически направлена и готовить именно для поступления дальнейшего продолжения обучения в аспирантуре. Это германское и романское языкознание, традиции и инновации. Но тоже подробнее про каждую образовательную программу вам расскажут руководители образовательных программ. Прием документов в этом году начинается 19 июня и последний день приема документов это 6 августа 18.00. 18.00 в целом все каналы приема документов будут закрыты, поэтому здесь нужно быть очень внимательными и очень точными. Пакет документов, которые вы должны предоставить, включает в себя документ об образовании, документ удостоверяющий личность. И в этом году для всех граждан Российской Федерации является обязательным предоставление СНИЛС. И именно через СНИЛС вы будете идентифицироваться во всех информационных системах университета, а также в федеральной информационной системе, куда мы ежедневно грузим всю информацию обо всех подавших документы Южно-Федеральный университет. Что касается медицинской справки, то она необходима только для тех, кто поступает на направление подготовки педагогикам. Фотографию вы можете представить либо в твердом варианте, либо предоставить в формате скана, если вы предоставляете документы через электронные образовательные системы. И также вам будут необходимы все документы, подтверждающие смену фамилии. В случае, если в каких-то из базовых документах в дипломе об образовании или в паспорте у вас фамилии не совпадают, тогда вы предоставляете соответствующие документы, подтверждающие изменение фамилии. Поступление Южно-Федеральный университет на программу магистратуры осуществляется либо на основании вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний будет доступно на сайте Южного федерального университета sfedu.ru в разделе «Поступление» под раздел «Экзамены». Расписание экзаменов будет вывешено до 1 июня. Сами экзамены будут проходить с 19 июня по 17 августа. И проходить они будут в несколько этапов. Все они будут реализовываться в дистанционном формате. То есть, посмотрев расписание экзаменов, вы сможете выбрать нужную вам дату и в дистанционном формате пройти вступительные испытания. Программы вступительных испытаний вывешены на нашем сайте. И вы можете их посмотреть в разделе «Поступление» «Магистратура». Но кроме этого, у вас есть еще несколько возможностей поступить и удостовериться в том, что вы уже практически поступили на программы магистратуры Южного федерального университета. Если вы участвуете в конкурсе «Портфолио», на этом слайде есть гиперссылка, она кликабельна. Конкурс «Портфолио» начнется с 1 марта и продлится до середины июня. Соответственно, с 1 марта до 1 марта по этой ссылке будут размещены документы, которые вы можете представить в конкурс «Портфолио». Система оценки и также через личный кабинет вы сможете предоставить все эти документы в электронном формате. Это все делается в электронном формате. С 1 февраля стартовал дистанционный формат олимпиады для поступающих в магистратуру федеральных университетов. По результатам этой олимпиады вы можете поступить не только в Южный федеральный университет, но еще в 9 других федеральных университетов. Ссылка на олимпиаду представлена здесь, она тоже кликабельна, либо вы просто набираете «магистратура олимпиада.рф». Для того, чтобы принять участие в олимпиаде, вам нужно будет зарегистрироваться. В верхнем правом углу окна вы увидите гиперссылку «Войти», и тогда, соответственно, вам нужно будет, если вы принимали участие в прошлые годы, то вы можете просто пройти по прежнему логину и паролю, либо если вы впервые принимаете участие в олимпиаде федеральных университетов, вам нужно будет зарегистрироваться, и до 28 февраля, в 23.59.08 февраля закончится предварительный этап олимпиады, дистанционный этап олимпиады, вам нужно пройти тестирование и поучаствовать, принять участие в дистанционном этапе олимпиады. Если по результатам дистанционного этапа вы набираете более 50 баллов, то вы допускаетесь к очному этапу олимпиады, и, соответственно, победители олимпиады приравниваются к 100 баллам, к наивысшей оценке за вступительные испытания, а все, кто не попадет в разряд победителей, но наберет больше 50 баллов, вы сможете использовать ваши результаты для поступления, и перед тем, как вы подадите документы, вы сможете принять решение, вы будете использовать результаты олимпиады, либо вы будете сдавать вступительные испытания. Также вы можете принять участие в федеральном интернет-экзамене, и это участие тоже дает возможность поступления без экзаменов, приравнивается к экзамену в случае, если вы набираете более 50 баллов. А также для выпускников Южного федерального университета есть еще одна такая возможность, это медаль Жданова, которая присуждается лучшему выпускнику университета по результатам государственной итоговой аттестации. Подать документы вы можете, либо придя лично в приемную комиссию Южного федерального университета, на следующем слайде вы увидите адреса, адреса приемной комиссии расположены в городе Ростове-на-Дону и в городе Таганроге, и вы можете в обеих локациях, вне зависимости от того, на какие программы вы поступаете, подать документы. Либо вы можете направить почтой, либо экспресс-почтой, но в данном случае вы должны помнить, что ответственность за доставку в срок несете вы сами. То есть если вы отправляете, то вы должны убедиться, что времени будет достаточно для того, чтобы ваше почтовое отправление было доставлено в Южный федеральный университет. Либо вы можете подать через личный кабинет поступающего. В данном слайде есть ссылка, она тоже кликабельная. Единственное, что личный кабинет заработает с 9 часов утра 19 июня. На данный момент он не активен, поскольку прием документов еще не начался. И таким образом в этом году нет ограничения по количеству направлений, на которые вы можете подать документы. Вы можете подать на любое количество направлений. Единственное, что вы должны понимать, что по каждому направлению вам придется соответственно сдавать вступительные испытания. Зачисление осуществляется на основании, на бюджетные места осуществляется на основании предоставления оригинала документа об образовании и согласия на зачисление. Количество согласий на зачисление тоже в этом году не ограничено. Если вы поступаете по целевому направлению, то вы должны предоставить оригинал и согласие не позднее 18.00.19 августа. Если вы поступаете в рамках общего конкурса, то вы должны предоставить оригинал и согласие не позднее 18.00.23 августа. Для поступления на внебюджетные места, то есть на места по контракту на условиях полного возмещения затрат, последняя дата предоставления документов – это 28 августа. В целом все будут зачислены до 31 августа с тем, чтобы 1 сентября уже переступить к образовательному процессу. Что касается общежития, то если вы являетесь на данный момент студентом Южного федерального университета, то при поступлении в магистратуру за вами сохраняется ваше место в общежитии, которое на данный момент вам предоставлено университетом. Если нет, то тогда при подаче документов вы должны обязательно поставить галочку, отвечая на вопрос, нужно ли вам общежитие, ответить «да». Либо, если вы подаете документы в электронном формате, если вы приходите лично в приемную комиссию, то тогда вы должны сказать менеджеру, и когда вам будет распечатано ваше заявление, и вы будете подписывать ваше заявление, вы тоже должны будете убедиться, что напротив пункта «нужно ли вам общежитие?», нуждаетесь ли вы в общежитии?», тоже поставлена галочка. И, соответственно, после зачисления в течение трех дней активируется ваш личный кабинет, и в личном кабинете, у жилищного кабинета студента вы сможете смотреть, в каком общежитии, какой номер комнаты вам предоставлен, и когда вам необходимо приходить в жилищный отдел для того, чтобы, собственно говоря, завершить все формальности. Что касается стипендиального обеспечения, то базовая стипендия составляет 2000 рублей, но это размер стипендий, который действителен на сегодняшний день. Какова будет стипендия в 2021-2022 учебном году? Это будет, понятно, после 30 июня, и 1 июля эта информация будет вывешена в разделе «Стипендии». Здесь тоже есть ссылка. То есть если вы на сайте sfedu.ru войдете в раздел «Стипендии», то там вы сможете подробно увидеть все возможности, которые предоставляет вам стипендиальное обеспечение Южном Федеральном Университете. Более подробно с правилами приема, с направлениями подготовки, с цифрами набора, с программами вступительных испытаний вы можете ознакомиться на официальном сайте приемной комиссии Южного Федерального Университета sfedu.ru, раздел «Поступление». На данном слайде указан прием имейл для обратной связи, а также вы можете пройти по этой гиперссылке и попасть на лендинг, где указаны все образовательные программы Южного Института филологии, журналистики, межкультурной коммуникации. Там вы сможете посмотреть интервью с руководителями образовательных программ, отзывы выпускников и обучающихся, подробнее посмотреть, где вы сможете работать и какие практические и теоретические навыки вы сможете приобрести, обучаясь на той или иной программе, а также через форму обратной связи задать любой вопрос, как дирекции института, так и конкретному руководителю образовательной программы. А теперь, я думаю, Андрей Сергеевич, нам следует передать слово руководителям образовательных программ. Да, Гнат Шинберген, спасибо. Действительно, мы переходим к образовательным программам. Я включаю презентацию, я включаю демонстрацию экрана, которую видно. Друзья, порядок у нас очень простой. Ваши вопросы вы можете всегда задать в чате, и на них найдете обязательные ответы. Начинаем мы с такого ударного блока программы магистратуры в сфере журналистики и пиар-технологий. И у нас присутствует здесь Ирина Владимировна Ширина, а также в числе участников я видел Александра Владимировича Вруцкого. Собственно, друзья, вопросы можно задавать в чате, поднимать руку и задавать их голосом так, как вам удобно. Ирина Владимировна, пожалуйста, мы вас видим. Уважаемые друзья, я рада представить программу, название которой вы видите на слайде. Собственно говоря, как озвучил Андрей Сергеевич, для того, чтобы быстро познакомить вас с программой, вы, конечно, можете внимательно прочитать то, что вот на этом слайде сконцентрировано. Как уже говорили, это междисциплинарная программа, поэтому, конечно, у меня есть руководитель этой программы, который, в общем, отвечает за направление рекламы и связи с общественностью. Это профессор Авруцкий Александр Владимирович, который здесь присутствует. Значит, безусловно, это программа, которая направлена на то, чтобы получить универсальные компетенции в сфере интегрированных маркетинговых коммуникаций. Безусловно, слово «бренд» всем хорошо известно, хотя, как вы знаете, оно носит достаточно абстрактное понятие, и различные сферы к слову «бренд» применяют, ну, наверное, свое понимание. Поэтому программа так была названа, журналистики, рекламе, пиар, чтобы подчеркнуть как бы общее в коммуникационном процессе вот в этих областях практических и теоретических, и выделить какие-то особенные знания и навыки, которым вы должны обладать. У нас меняется коммуникация, коммуникация расширяется, и, как вы понимаете, коммуникация – это контакт. Поэтому эти универсальные компетенции, которые связаны с возможностью установить эффективный контакт, они очень важны. Меняется структура коммуникации, как в рекламе и пиаре, меняется структура коммуникации в журналистике, и, безусловно, если мы с вами обратимся к бренду, то мы можем с вами сказать, что бренд мы видим во всем. Это известная СМИ, это известная компания, это известный вуз, это известная личность. Мы можем говорить об этом, и вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы стать известной и интересной для аудитории, полезной для аудитории, нужно обладать конкретно определенными знаниями и навыками. Поэтому мы решили соединить в нашей программе те знания и навыки, которые, как нам кажется, будут полезны для того, чтобы вы могли трудоустроиться в различные СМИ, СМК, в пресс-службы, в рекламное агентство, открыть, возможно, свой частный бизнес, стать бренд-журналистом, новая профессия, контент-менеджером, профессии, которые сейчас достаточно востребованы, и они, наверное, за ними в какой-то степени будущее. Как я уже сказала, для этого нужны знания и журналиста, и, собственно говоря, специалиста в области рекламы и связи с общественностью. Значит, междисциплинарная программа, она связана с тем, что мы хотим дать как можно больше компетенции вот в этих областях знания. И вот этот гибкий график, о котором говорила директор нашего института, позволяет, так сказать, эти знания получить в таком большем объеме, нежели отдельно по направлениям журналистики и рекламы. Значит, вот то, что представлено на слайде, то, что мы называем базовой дисциплиной, вы их видите название, поскольку это, конечно, магистратура, она, безусловно, практикоориентированная, и мы постарались сделать программу, в которой вы будете, у вас будет достаточно много тренингов, мастер-классов, ролевых игр, проектных работ. В нашей программе работают работодатели, у нас есть свои партнеры, это известная в Ростове телерадиокомпания ДонТР и известное рекламное агентство РАРА. Но, тем не менее, конечно, магистратура, это, прежде всего, и теоретические знания, поэтому вот в базовых дисциплинах мы обратили внимание на то, что, как нам кажется, будет полезно для получения компетенций и для журналистов, и специалистов в области рекламы и связи с общественностью. Однако наша программа нацелена не только на людей, которые имели базовое образование в тех областях или направлениях образования, о которых я говорила, но и на специалистов, которые, и на специалистов, которые, бакалавров, которые не имели базового ни журналистского образования, ни образовательного области связи рекламы и связи с общественностью. Поэтому в наших курсах, в учебной программе, в структуре курса предусмотрены курсы выравнивающие, это основы теории коммуникации, основы теории журналистики и некоторые другие курсы, которые помогут вам как бы включиться в процесс на уровне уже, так сказать, профессионального восприятия действительности. Кроме того, вы видите, специальные дисциплины, их, конечно, много, да, и, наверное, сразу рассказать обо всех дисциплинах не представляется возможности, но только по перечине данных дисциплин, мне кажется, вы можете понять, что в этих специальных дисциплинах вы можете найти много важного, полезного информации, как для теоретического вашего обучения, так и, собственно говоря, для практической деятельности дальнейшей, которая, как нам кажется, может быть востребована сейчас, выйдя из нашей, так сказать, стен, специалисты, могут быть востребованы в разных областях, как я уже сказала, это и в средствах массовой информации, в пресс-службе различных организаций, и в рекламных агентствах, и в самих организациях. Также несколько слов как представитель в общей журналистике хотела бы сказать о том, что вот новую жизнь переживают корпоративные СМИ, и нам представляется интересным в качестве проекта предложить вам работу под созданием такого учебного корпоративного СМИ, где вы, собственно говоря, сможете использовать те знания, которые мы вам постараемся дать, в магистратуре. Как я уже говорила, в программе работают работодатели, соответственно, это люди, которые владеют технологиями создания медиапродуктов, и занятия по, так сказать, освоению этих технологий создания медиапродукта будут проходить в таком интерактивном формате. Кроме того, помимо, так сказать, содержательной части, хотела обратить ваше внимание, что в программе заложены в качестве факультативных курсы на иностранном языке для специалистов в области деловой коммуникации. У нас есть обширные базы практик, которые мы с моим руководителем Александром Владимировичем Абруцким предполагаем провести в таком перекрестном формате, что наши студенты получили практические навыки и знания и вообще практический опыт и в сфере журналистики, и в сфере рекламы, рекламы и пиар. Значит, ну, к сожалению, на сегодняшний день мы немножко не успели сделать наш сайт, хотя у него есть уже адрес, ну, там возникли некоторые технические проблемы с небезопасным соединением, и, ну, через какое-то время, я думаю, что мы эту информацию развестим, и это будет сайт, который посвящен непосредственно магистерской программе, конкретной, там мы можем пообщаться более предметно, и вот когда Андрей Сергеевич будет делать запись в нынешней нашей встрече, я думаю, что мы эту информацию в сайте разместим. Вы видите почту, да, это моя личная почта, это почта корпоративная, и мой личный телефон, пожалуйста, звоните, я всегда открыта для общения, для контакта, и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну, наверное, вот в таком формате, который мне выделили в пяти минут, я и закончу. Спасибо. Спасибо, Елена Владимировна. Опять же, друзья, если есть вопросы, можно писать, задавать в чат. Напоминаю, что здесь и Елена Владимировна Ширина, и Александр Владимирович Абруцкий. Я думаю, что они в любом случае ответят на вопросы и поговорят с вами о том, что вас интересует. Я продолжаю принимать запросы на подключение к вебинару, и мы постепенно продолжаем двигаться дальше, и переходим к другому, так сказать, к другой группе направлений. Это программа магистратуры в сфере образования и педагогических наук. И с радостью передаю микрофон виртуальный руководителю образовательной программы русской филологии через методика преподавания Людмиле Борисовне Савенковой. Людмила Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Приветствую всех, кто сегодня пришел к своим, подошел к своим экранам, к своим телефонам и с интересом наблюдает за тем, что мы предлагаем, а предлагаем мы в общем интересные вещи. Ну вот наша программа русской филологии, теории, методика преподавания должна вами так, значит, осмысляться. Посмотрите, русская филология, двоеточие, теория, а далее уже методика преподавания. То есть не теория методика преподавания, а мы в нашей программе соединяем и анализ теоретических вопросов филологии и возможности использования новейших знаний в методике преподавания русского языка и литературы. Вы знаете, что сейчас такое вот время, когда уже мы в рамках действительно одного направления с трудом помещаемся, сейчас междисциплинарность это наше все, потому что пришло время осмыслить такой старый новый путь, что называется. Ну вспомните, все вот крупные ученые прошлого, они не были отдельно скажем там языковедами, отдельно литературоведами, отдельно историками, отдельно педагогами, они вот в себе совмещали вот эти возможности универсальных работников, универсальных исследователей, универсальных педагогов, то есть они были гуманитариями. Я, конечно, имею в виду, когда сейчас говорю о междисциплинарности, именно все-таки вот это наша, нашу группу специальности, наше обширное направление. Не случайно вы сейчас услышали, как Елена Владимировна говорила о том, что вот уже не только журналистика, а вот все вместе и журналистика, и пиар, и реклама, все должно вместе укладываться, потому что вот есть вещи, которые понадобятся сегодня одно, завтра другое. Ну, мы же с вами, например, не читаем только одну газету или там только один тип книжек, мы развиваемся по разным направлениям. Вот так и в этой программе будет. Вот наша программа как раз дает возможность и людям с разным базовым образованием прийти, и потом устроиться работать тоже в разные места. мы заявили эту программу в рамках направления педагогическое образование, и поэтому, конечно, главная грядущая, так сказать, профессиональная деятельность это педагогическое. Тот, кто окончит успешно обучение по нашей образовательной программе, сможет работать как преподавателем в высшем учебном заведении, так и учителем русского языка и литературы. Но вот уже Гульнара Рашидовна говорила сегодня, отсылала вас к лендинговой странице. Там, кстати, есть и записи, которые сделали выпускники, обучавшиеся у нас по филологическим программам. Но вот такой именно программы не было. И когда я со своими бывшими выпускниками, кто сейчас работает преподавателем, поговорила, они вот все как один говорят одно и то же, что да, вот базовые знания филологические мы получили замечательные, классные, мы много знаем, но нам не хватало как раз вот того, что есть, допустим, у людей, обучавшихся по педагогическому профилю. Поэтому мы решили вот этот небольшой недочет устранить. И в нашем учебном плане у нас дисциплины 50 на 50. с одной стороны мы будем продолжать давать собственно филологические вот эти новейшие знания, с другой стороны мы будем добавлять, наслаивать на них знания такого дидактического характера, методического характера, и это позволит людям работать в педагогической сфере. Но поскольку филолог это обычно человек креативный и он хочет применить свои возможности в разных местах, мы тоже не хотим оставлять ему только одну дорожку, чтобы он шел вот сугубо либо учителем, либо преподавателем в школе. Вы знаете, вот сейчас педагогическая деятельность может быть востребована и скажем в рамках учреждений культуры. Поэтому когда мы свою программу будем реализовать, мы уже предусмотрели вот такие разнообразные практики, но в частности у нас есть скажем музейная практика, наш один из возможных и работодателей и наших вот таких активных партнеров уже многолетних это государственный музей-заповедник Михаила Александровича Шолохова. Ну и в частности нам очень удобно вот обучаясь в Ростове проходить практику в Шолохов центре. Там можно как раз попробовать себя в роли просветителя. Это очень удобный удачный формат. Вот человек может работать в музее и в научном отделе и в экскурсоведении и в экскурсоводческой практике. Мы будем организовать технологическую практику в Донской государственной публичной библиотеке. Наши выпускники, которые у нас уже тоже обучались и проходили такую практику, говорят они с большим удовольствием, они понимают, что библиотека это совсем не то учреждение, которое представляют себе люди, как бы давно имевшие дело с библиотекой. Сидят там тихие серые мышки или стоят книжки. Нет, это мощное учреждение культуры, тоже образовательное, тоже просветительское. Вот наша технологическая практика там. Мы точно также не закрываем двери для тех, кто собирается заниматься наукой и дальше. И у нас есть и дисциплины этому посвященные, и научная исследовательская практика, вот это все. Поэтому вы видите здесь на слайде, что у вас разные будут возможности кем работать, не только преподавателем и учителем, но и менеджером образовательного учреждения организации и сотрудникам музея, сотрудникам библиотеки, ну в общем креативным людям здесь есть над чем поработать. Я не стану перечислять вот эти все дисциплины, время у меня уже истекает, хочу только сказать, что мы понимаем, конечно, свою миссию Южного Федерального Университета как главного института нашего округа, но в то же время мы не хотим замыкаться только на о том, что мы сами умеем и знаем. В этой программе, когда вы придете учиться, а я надеюсь, что вы сюда придете, вы будете слушать и лекции преподавателей других вузов. У нас есть и профессора, приглашенные из Москвы, которые будут читать такие небольшие лекционные курсы, и это будут преподаватели из Казанского Федерального Университета. Мы имеем связи и с нашим Южным Научным Центром Российской Академии Наук и очень рассчитываем на сотрудничество с зарубежьем. У нас есть в планах курс по сопоставительной, по сопоставительному языкознанию. Мы будем его реализовывать вместе с коллегами из Загребского Университета. Так что учиться будет интересно, а при достаточной усердности я думаю, что работу вы найдете и будете вполне прилично себе зарабатывать и на хлеб с маслом, и на поездку на море. Вот это все, что я хотела бы сказать, но точно так же вы можете связываться со мной, допустим, по нашей почте университета. Те, кто у нас уже учился, знают мою фамилию, а кто не учился, видят. Вот Савенкова, напишите латиницей Савенкова, собачка, сфеда, сфеду.ру и я с удовольствием отвечу тоже на все ваши вопросы. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Елена Борисовна. мы продолжаем и плавно передвигаемся. Современные технологии филологического образования. Я передаю микрофон Игорю Владиславовичу, не Федову. Игорь Владиславович, пожалуйста. Добрый день, Андрей Сергеевич, добрый день все уважаемые наши слушатели. Мы предлагаем программу современные технологии филологического образования. Программа это у нас не новая, мы ее уже реализуем. В этом году у нас как раз выпуск будет по этой программе. Программа интересная. В чем заключается специфика этой программы? Вы смотрите, что, конечно, эта программа у нас прежде всего рассчитана на подготовку преподавателей русского языка, литературы. у нас она рассчитана, конечно же, как и на тех, кто у нас уже учился в бакалавриате по направлению педагогическому, рассчитана и на тех, кто к нам придет со стороны, то есть учился иметь другое базовое образование и хочет в магистратуре получить педагогическое образование по русскому языку, литературе, преподавать в дальнейшем в школах, лицеях, в колледжах, в университете. Чем интересна программа? У нас очень много здесь дисциплин таких специфических, интересных, уникальных. И каждую дисциплину будут вести специалисты, которые скажем так, и в теории очень хорошо разбираются и собственно на практике, что очень важно, потому что всегда интересно вот когда допустим о чем-то вам рассказывает, человек учит, когда он сам имеет большой практический опыт. Ну и конечно сейчас если мы говорим о современном образовании, о преподавании, языка, литературы, то конечно сейчас какие у нас актуальные проблемы. Ну во-первых очень много сейчас уделяется внимания подготовке олимпиадников. это олимпиады, конкурсы, вы знаете по всем предметам, дисциплинам сейчас медвежонок, звезда и по другим предметам школьники и лицеисты все готовятся, пишут, дают тоже для того, чтобы получить во-первых набрать свою портфолио, поступить в университет, получить какие-то дополнительные преимущества. Многие участвуют и региональные олимпиады, и федеральные олимпиады. И конечно сейчас во всех учебных заведениях есть те, кто готовит учеников к этим олимпиадам. Но это как вы понимаете тоже не так просто, потому что одно дело просто преподавать урок русского языка, урок литературы, а вот готовить например ребенка среднего школьного возраста или старшего школьного возраста в какой-то олимпиаде это тоже не так просто, надо иметь опыт. Поэтому у нас есть такая очень интересная дисциплина работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам и читать эти курсы будут и практические занятия проводить как раз специалисты, которые уже имеют большой опыт подготовки и детей к олимпиадам, потому что у нас тоже в университете часто там то воскресная школа, то еще какие-то мероприятия, дети часто приходят. И собственно работа с магистрантами подготовки их к работе с детьми. Работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам. Второе это, что сейчас конечно вы все прекрасно понимаете, что у нас современное образование, если говорить о среднем образовании, это конечно же ОГЭ, ЕГЭ, без этого никуда не деться, все строится, все так сказать, построено под эти системы тестирования. И конечно вот если мы в магистратуре готовим специалиста, который дальше будет работать в образовании, он должен хорошо представлять, что это за системы, как они функционируют и собственно как лучше допустим готовить к этим сдаче этих выпускных экзаменов в 9 и в 11 классах. Здесь тоже у нас работают специалисты и один из ведущих специалистов в Ростовской области, заместитель начальника предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку будет работать, учить, показывать, рассказывать. Это очень важно, потому что когда тот, кто будет учить, непосредственно сам этим руководит и в течение многих лет это очень важно и интересно. Очень много в последнее время уделяется внимания работе с детьми, в том числе с людьми с ограниченными возможностями. Это вот у нас популярно инклюзивное образование, работа, как преподавать филологические дисциплины лицам с ограниченными возможностями, это у нас с общими заболеваниями, по слуху, по зрению и так далее. Тем более, что сейчас это везде тоже у нас очень широко внедряется на уровне школы, специальных учебных заведений и университетов, как составлять программы для работы с такими людьми, как строить сам процесс обучения, потому что сейчас к этому требует определенного особого подхода. И, конечно, этому тоже обязательно надо уделять внимание. У нас тоже этому уделено внимание специалисты у нас из Академии педагогики и психологии, которые тоже разрабатывают программы и собственно работают с людьми с ограниченными возможностями тоже будут работать на нашей программе. Безусловно, много внимания будет уделяться современным технологиям обучения. Конечно же, сейчас невозможно говорить о преподавании без виртуальной образовательной среды. То есть, если мы раньше до 2020 года этот вопрос был одним из актуальных вопросов. Возможность перехода в виртуальную образовательную среду, как учить в виртуальной образовательной среде, то в принципе вот у нас 2020 год показал, что мы неожиданно перешли все вынужденно в виртуальную образовательную среду, получили бесценный опыт работы и преподавания всех, в том числе кто у нас будет работать, и школы работали так, и колледжи, и лицеи, и университеты и сейчас еще продолжают так частично работать. И уже понятно, что в дальнейшем конечно система образования будет трансформироваться, и виртуальная образовательная среда будет активно внедряться в образовательный процесс, и конечно этому будет очень много внимания уделяться тоже в нашей образовательной программе, то есть что из себя представляет виртуальная образовательная среда, как она строится, с помощью каких сервисов, программ, платформ, что уже интересного существует, кто разрабатывал, какие университеты, колледжи, центры, как это они используют, какие есть достоинства и недостатки, как это использовать в работе, преподавании конкретных дисциплин. Поэтому, конечно, очень много будет у нас и мультимедиа. Ну и занятия тоже, разумеется, у нас они вполне могут проходить в виртуальном формате, в аудиторная работа, обязательно тоже занятия, большинство занятий проводятся в кабинетах, оборудованных всем необходимым современным, скажем так, всеми необходимыми современными средствами, компьютерами, выходом в интернет, доской и так далее. То есть, например, у меня занятия, тоже я работаю на этой программе, в том числе, как раз читаю эти курсы, посвященные использованию современных мультимедийных технологий. У меня, например, все занятия проходят, мы все занятия проводим, скажем так, с выходом в интернет, с анализом, с рассмотрением существующего опыта уже, который у нас есть и уже внедряется в образовании. И, конечно же, тоже магистранты, которые готовятся к занятиям, они тоже все в таком, скажем так, в мультимедийном формате представляют свои ответы на вопросы, занятия, проходят все в формате таких собеседований. То есть, я считаю, что программа очень интересная, я же говорю, тем более, мы ее не первый год уже реализуем и приглашаем, конечно же, всех на нашу программу. Думаю, что будет очень интересно, полезно, актуально, потому как мы, конечно, тоже идем в ногу со временем, то есть, каждый год все обновляется, меняется. Ну и я, как я уже сказал, то есть, вот каждая дисциплина, которую мы отбираем, что, конечно, она читается специалистом, профессионалом, который имеет и теоретический, и практический опыт. Это я считаю очень важным. Если какие-то вопросы есть, я всегда готов ответить. Вот здесь электронная почта указана и номер сотового телефона указан. Я всегда отвечаю на все вопросы. И, так сказать, мне уже писали, вот уже кто-то звонил тоже из абитуриентов. Это очень приятно, что вот задают вопросы, пишут и по электронной почте. Всегда очень интересно, да, отвечать людям, которые заинтересованы, которые хотят что-то новое узнать. Поэтому, пожалуйста, я всегда всем говорю, что не стесняйтесь, пишите, звоните, узнавайте. Людям, которые хотят, так сказать, передать вам знания, обучить, тут тоже всегда очень приятно, да, когда вот обращаются люди, к которым видно, что вот они с чем-то заинтересовались. Поэтому, вот, так сказать, не стоит стесняться, да, пишите, общайтесь, выходите на связь. Тем более, что сейчас мы все вот и в онлайне, здесь очень много контактов есть. Ну, для наших студентов вы все прекрасно знаете, что мы все в Microsoft Teams. Там можно писать, задавать вопросы студентам, амбитуриентам из других университетов, других регионов, имейл и телефон. Пожалуйста, буду рад ответить сейчас и в дальнейшем на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, продолжаем наш день открытых дверей. Я переключаю следующий слайд и приглашаю выступить в презентации программы руководителя программы языковое образование и лингводидактика в свете международных стандартов Анну Александровну Андриенко. Анна Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Позвольте представить вам программу языковое образование лингводидактика в свете международных стандартов английский язык. Программа относительно новая для Института филологии. Будет осуществляться второй набор на эту программу. Первый набор был в 2019 году и программа показала себя довольно успешно и мы получили довольно высокую оценку со стороны наших магистрантов. Программа объединяет лучшие традиции лингвистического образования Института филологии с современными международными стандартами в области прикладной лингвистики и лингодидактики. Прежде всего, это кембриджские стандарты и кембриджская методика. Программа рассчитана на людей прежде всего с высоким уровнем, с хорошим уровнем языка, не ниже B2, но ваше базовое образование, то есть профиль образования в бакалавриате не имеет принципиального значения, потому что программа предполагает выравнивающие курсы, которые позволят независимо от профиля подготовки в бакалавриате освоить, успешно освоить эту программу. Так, мы говорим о трех содержательных блоках дисциплин. Это интенсивная языковая подготовка в формате подготовки к сдаче кембриджским экзаменам на знание английского языка, всем известным CACPE, и здесь у нас есть очень хороший опыт. В этом году двое наших магистрантов сдали успешно CEE на уровень A, таким образом подтвердили свой уровень владения языком C2, что является очень хорошим таким результатом. Второй блок это блок лингвистических дисциплин, который прежде всего отражает современные исследования в области прикладной лингвистики, те области, которые особенно актуальны для современного языкового образования. О чем речь? Прежде всего это психолингвистика, очень интересное направление, когнитивная лингвистика, практики дискурса, анализа, семиотика коммуникации, все то, что составляет основу фундаментальной лингвистической подготовки. И третий блок это блок непосредственно педагогических и лингвогидактических дисциплин, которые обеспечивают педагогическую направленность программы. Этот блок отражает современные методики актуальны для отечественного и западного образования, и знание этих методик позволит успешно работать в области преподавания английского языка как в нашей стране, так и за рубежом. Наряду с глубокими знаниями, которые позволяют получить вот эти дисциплины, программа предполагает участие в целом ряде образовательных проектов. Так, помимо традиционной магистрской диссертации, в рамках программы языковое образование лингводидактика возможно защита выпускной квалификационной работе в форме проекта. Что это такое, какого плана проекты возможны созданию нашими магистрантами? Ну, например, это создание каких-то онлайн-курсов или современных методических разработок, которые соответствуют вызовам последним нашего образования, с тем, чем мы столкнулись в вот эту современную эпоху преподавания английского языка, прежде всего, онлайн. Актуальность, практикоориентированный характер знаний, которые получают наши магистранты, получили своеобразное подтверждение, и мы этим гордимся. Два года подряд наши магистранты занимают призовые места на межвузовском этапе чемпионата WorldSkills, который проходит в Москве. В 19-м году это было первое место, в 20-м году третье место. Мы считаем, что это своеобразный такой показатель актуальности, востребованности профессиональных компетенций наших выпускников, потому что в этом году жюри этого чемпионата полностью состояло из представителей работодателей, что говорит о том, что мы готовим востребованных специалистов. На программе также предполагается очень интересный модуль проектной деятельности, связанный с геймификацией в образовании. Мы прорабатываем вопросы, связанные со структурной, сценарной геймификацией. Это не просто использование игр в образовательном процессе, а это построение целых курсов на основе принципов геймификации. И в этом году у нас был целый ряд очень успешных проектов, которые мы представляли нашим партнерам, языковым центром. Мы сотрудничаем с целым рядом языковых центров, в принципе, со всеми крупными языковыми центрами Ростова-на-Дону. И мы активно сотрудничаем с очень самой крупной, пожалуй, известной в России и за рубежом онлайн-школой Skyeng. Я думаю, все слышали это название. В этом году наши магистранты участвовали в разработке методических материалов для учебника, интерактивного учебника, который Skyeng запускал на своей платформе. Тоже очень интересный опыт, и мы получили очень интересные отзывы со стороны наших магистрантов, которые высоко оценили участие в такого вида практики. Это у них был первый этап педагогической практики, связанный с разработкой методических материалов. Также программа предполагает организацию летней школы в Великобритании совместно с нашим партнером коммерческой организацией Soul Sharing One Language. К сожалению, по объективным причинам в этом году мы не смогли поехать в Великобританию, но договоренности у нас есть. Посмотрим, если все будет хорошо с открытием границ, то мы вполне готовы к реализации этой летней школы. По завершении программы наши выпускники могут работать во всех сферах образования, во всех организациях, которые осуществляют обучение английскому языку, это государственные образовательные организации любого уровня, организации дополнительного образования, частные языковые консультационные центры и так далее. Как в России, так и за рубежом, потому что они владеют современными для этого методиками. И в завершении, почему же вам все-таки стоит выбрать нашу программу? Программа подходит тем, кто хочет учиться у лучших преподавателей в области современного языкового образования в Ростове-на-Дону и не только. Помимо преподавателей ЮФУ, мы приглашаем к реализации программ представителей наших партнеров, имеющих международные квалификации, в частности СЭЛТА, ДЕЛТА, которые являются региональными тьюторами международного класса. Также все наши преподаватели, которые работают на программе, имеют опыт участия международных проектов. Для нас это важно, потому что мы основной особенностью программы считаем именно соблюдение всех международных стандартов в области языкового образования. Также программа подходит однозначно тем, кто хочет достичь высокого уровня владения английским языком, то есть С1 и выше, и эффективной методикой преподавания. Если у вас нет возможности поучаствовать в каких-то международных курсах, то приходите к нам, и мы расскажем вам о том, чему там учат, что позволит стать вам действительно востребованным специалистом на рынке образовательных услуг и лингвистического образования, как онлайн, так и оффлайн. Ну вот, если кратко, это все. Мои контакты вы можете видеть на слайде, с радостью отвечу на любые вопросы, как по почте, так и по телефону. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Александра. Мы продолжаем, и я приглашаю руководителя следующей образовательной программы Марину Владимировну Самофалову. Марина Владимировна. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. Добрый день, уважаемые будущие магистранты. Очень приятно ваше внимание к нашему мероприятию. Предлагаю вашему вниманию программу магистратуры методика преподавания иностранных языков в образовательных организациях различного уровня. Программа не новая, она успешно реализуется с 2017 года. Данная программа вызывает большой интерес со стороны абитуриентов, например, в 2020 году на программу поступили 37 абитуриентов. Цель данной программы это подготовка квалифицированных и конкурентоспособных педагогов, готовых методически грамотно осуществлять педагогический процесс в учебно-образовательных организациях с учетом различных методик преподавания иностранных языков. Форма обучения очная, в этом году у нас 20 бюджетных мест и 10 коммерческих мест. Поступающие на данную программу должны иметь уровень владения языка не ниже B1-B2. Обучение проводится три раза в неделю в первой половине дня для удобства наших магистрантов. С 2020 года было введено в программу изучения второго иностранного языка. Это немецкий язык. Возможно обучение как в начинающей группе, так и в продолжающей группе изучения немецкого языка. Программа является востребованной. 70% магистрантов первого года обучения мы уже трудоустроили по специальности и они успешно совмещают работу и учебу. Уникальность данной программы заключается в практической направленности получаемых знаний, реализации некоторых дисциплин в формате онлайн-курсов, сетевом взаимодействии в рамках проведения вебинаров, конференций и прохождения педагогических практик, преподавания профессиональных дисциплин на английском языке. Основные задачи программы это, конечно же, овладение различными методиками преподавания иностранного языка в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования, внедрение инновационных методов обучения, использование в процессе обучения достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических направлений обучения иностранных языкам с учетом языковых, возрастных и других особенностей. Обучаясь на нашей программе, магистранты несомненно улучшают свой языковой уровень, потому что 80% дисциплин ведутся на английском языке. Всего это составляет 11 дисциплин. Организациями, партнерами нашей образовательной программы являются, во-первых, Министерство образования Ростовской области, Российский университет дружбы народов, Высшая школа экономики, Северокавказский федеральный университет, Институт иностранных языков, а также это, конечно, языковые центры и общеобразовательная школа. В рамках данной программы вы пройдете такие базовые курсы, как иностранный язык в профессиональной сфере, современные проблемы науки и образования, а также специальные дисциплины, например, технология обучения иностранным языкам в высшей школе, методика онлайн обучения иностранным языкам, теория методика преподавания в дошкольных организациях и в общеобразовательных школах, психолингвистические основы обучения иностранному языку, психологии развития обучающихся, технологии тестирования и оценивания в обучении английскому языку, то есть это подготовка к ЕГЭ и ряд других дисциплин. На нашей программе магистранты проходят обязательные педагогические практики. Мы предоставляем места для прохождения этих практик в различных образовательных учреждениях, таких как общеобразовательные школы, высшие учебные заведения, что помогает успешно отработать и закрепить приобретенные в процессе обучения навыки. В реализации данной образовательной программы задействованы преподаватели Института филологии, журналистики, межкультурной коммуникации, работающие на следующих кафедрах. Это кафедра межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков, кафедра перевода информационных технологий в лингвистике, кафедра теории языка и русского языка, кафедра теории и практики английского языка, а также преподаватели кафедр академии педагогики и психологии. Выпускники нашей программы магистратуры имеют возможность работать в любых общеобразовательных организациях, это общеобразовательные школы, дошкольные учебные заведения, а также вузы. Также могут продолжить образование в аспирантуре и докторантуре. Все контакты вы видите на слайде, обращайтесь, мы будем очень рады приветствовать вас на нашей образовательной программе. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, я хотел бы сказать, что даже если возникают вопросы уже после нашей встречи, вы абсолютно точно можете писать их в комментариях под записью, и мы обязательно найдем возможность на них ответить. Дорогие друзья, продолжаем лингвокультурологическое образование Наталья Геннадьевна Склерова. С нами ли вы, Наталья Геннадьевна? Слышите ли вы? Да, я здесь. Да, пожалуйста, слово вам. Уважаемые выпускники, абитуриенты и выпускники бакалавриата, добрый день. Вашему вниманию предлагается программа лингвокультурологическое образование. Это программа обучения заочная, то есть вы будете иметь возможность учиться и работать и срок обучения два с половиной года. Несколько слов по поводу преимуществ нашей программы. Это межисциплинарная программа, которая реализуется в рамках лингвистического, культурологического и педагогического направления. Если вы обратите внимание на специальные базовые дисциплины, вы увидите, что как раз межисциплинарность программы отражается в этом наборе дисциплин. То есть вы будете изучать иностранный английский язык, вот это дисциплина, иностранный язык для профессиональной коммуникации, причем занятия по иностранному языку в каждую сессию и в каждом сессию и второй год и в третий год обучения. Дисциплины лингвокультурологического характера. Это, конечно, основа лингвокультурологии, вопросы теории и практики, это, так сказать, уравнивающая дисциплина, если у нас магистранты, которые закончили нефилологические направления. Когнитивная лингвистика и лингвокультурологический анализ языка, язык делового общения, лингвокультурологический аспект, интернациональная и национальная в лингвокультурах, контрастивный анализ языков и культур, и, конечно, что касается педагогического направления, то это такая дисциплина, как теория и методика преподавания иностранных языков и культур в общеобразовательной школе и учреждениях высшего образования. Диплом, который вы получите, даст вам возможность, во-первых, работать не только по направлению подготовки, не только в образовательных учреждениях различного уровня, это и школы, и вузы, языковые центры, но и, конечно, работать в области туризма, переводчиком, в рекламных организациях и так далее, там, где необходимы знания языка, знания культуры, знания взаимодействия языка и культуры, знания того, как культура отражается в языке, как язык влияет на культуру, то есть все те знания, которые вы получите, овладевая данными дисциплиной. Образовательной программой предусмотрено всем практик, которые реализуются совместно с нашими индустриальными партнерами, а в качестве наших индустриальных партнеров выступает Донской государственный технический университет, кафедра мировые языки и культуры, языковой центр экспресс-лингва, это муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр образования, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации Ростовского государственного экономического университета, образовательное учреждение ступени успеха, которое, как известно, работает с талантливыми детьми, школа английского языка пилот, языковые курсы Speak Today, языковая студия Play and Learn, школы номер 92, школа номер 108 и другие. Что касается содержания этих практик, то вы, конечно же, ознакомитесь с нормативными документами, нормативно-правовыми документами Министерства науки и высшего образования, главным образом появившимися в последнее время с переходом на онлайн обучение. Вы получите возможность попробовать себя в качестве преподавателя и можно проходить педагогическую практику как у наших индустриальных партнеров, так и на кафедре теории и практики английского языка, которая реализует данную программу. Вы можете проходить практику по месту вашей работы, если вы уже трудоустроенную. Поскольку, ну и конечно же преддипломная практика это вот для написания вашей выпускной квалификационной работы. Кстати говоря, наша программа реализуется уже не один год, мы уже выпускаем вот пятый поток магистрантов и вот на следующей неделе 15 и 16 числа онлайн-режиме у нас будут защиты выпускных квалификационных работ, магистрских диссертаций и поэтому вы можете звонить и писать на мой электронный адрес, звонить на мой мобильный телефон и мы можем подключить вас, потому что защиты открыты и вы можете сами посмотреть каких успехов научных достигли наши магистранты. Поскольку программа реализуется уже на протяжении многих лет, мы сформировали индивидуальные траектории обучения и это безусловно полезно для тех, кто уже трудоустроен и кто хочет совмещать учебу с работой. Работа над вашими выпускными квалификационными работами предполагает публикацию статьи в различных журналах, в том числе и в рецензируемых и участие в различных международных научных мероприятиях как в студенческих конференциях так и в конференциях молодых ученых. Подготовку, которую вы получите и диссертабельные темы, которые мы вам предоставим, дадут вам возможность продолжить ваше обучение в аспирантуре. Ну и что касается дальнейшего трудоустройства, безусловно, мы оказываем в этом всяческую помощь. У нас всегда создается группа в кодсапи, куда помимо всякой информации по учебному процессу, мы передаем информацию от наших индустриальных партнеров, от других образовательных и прочих организаций Ростова и Ростовской области о том, где требуются специалисты. Ну, в общем-то, собственно говоря, все. Опять-таки, повторяю, что мой телефон и электронный адрес есть у нас уже, мне звонят и пишут потенциальные абитуриенты. Чуть позже мы, опять-таки, делаем команду в WhatsApp, где будем давать всю актуальную информацию, связанную с поступлением и какие-то рекомендации. Ждем вас на нашей программе. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжаем. Переходим к следующему большому блоку. Это программа магистратуры в сфере языкознания, лингвистики и основ профессионального перевода. И я приглашаю к микрофону руководителя образовательной программы, которая называется «Германское романское языкознание традиций и инноваций». Анну Викторовну Линец. Анна Викторовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день все присутствующие. Разрешите мне представить интегрированную программу «Германское романское языкознание традиций и инноваций». Прежде всего следует пояснить, что такое интегрированное. Интегрированное это научно-исследовательская программа, которая нацелена на подготовку будущих исследователей в области четырех языков. Германских языков это английский и немецкий и романских языков, французский и испанский. В рамках нашей магистратуры мы предлагаем, мы приглашаем ведущих специалистов по обозначенным языкам, ведущих специалистов Южного Федерального Университета. Это профессора Кравцова Сергея Михайловича, профессора Бойва Амелечко, Бойва Амелечко Наталью Борисовну, специалистов в области германского и романского языка знания Высшей школы экономики в Москве, Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского федерального университета. Кроме того, мы приглашаем специалистов из Германии и Франции, чтобы вместе с ними и с теми профессорами, которых я уже сейчас назвала, проводить научные исследования в области германского и романского языка знания, а также в рамках тех грантов, которые были выиграны профессорами по данной программе. Значит, что вы сможете, на что мы можем вам обещать в рамках нашей программы? Прежде всего, вы изучите теоретически и практически овладеете двумя выбранными вами языками. При этом хочу обратить внимание, что уровень вашего языка иностранного, который вы выбираете в качестве основного, должен быть не ниже уровня В2. И, в общем-то, все дисциплины, которые у нас есть, они сформированы вокруг четырех модулей дисциплин. Ну, первые два модуля понятна, германская и романская языкознания. Другие два модуля дисциплин, они были сформированы в соответствии с той национально-технологической инициативой. Это программа такого глобального технологического лидерства России к 2035 году она должна быть реализована. так вот в соответствии с этим дисциплины группируются вокруг такого направления, Еду Net Education. Это здесь дисциплины, где вы сможете овладеть навыками и умениями для преподавания иностранного языка в высшей школе. Это лингводидактика в ВУЗе, это профессионально ориентированное обучение иностранному языку. И следующий блок достаточно большой такой дисциплины, которая группируется по направлению Neuronet. Здесь вы познакомитесь с новыми цифровыми технологиями, которые в общем-то сделают интересным, на мой взгляд, ваше исследование, но и не только это. Мы познакомим вас с цифровыми технологиями в современной научно-образовательной среде, что позволит вам в общем-то с помощью ваших научных изысканий еще и зарабатывать. Зарабатывать с помощью грантов, которые вы сможете выигрывать в качестве, допустим, молодых исследователей. Сейчас достаточно большое количество программ таких предлагается именно для молодых ученых. И вот с этим всем мы хотели вас познакомить. Поучаствовать сможете также в исследовательских грантах, как я уже сказала, совместно в тандеме совместно с профессорами. Все это обеспечивает такой индивидуальный подход абсолютно к каждому магистранту. То есть группы будут небольшие, поскольку набираем мы всего на бюджетные места 9 человек и 6 человек на места с полным возмещением затрат. Вы сможете поучаствовать в программах международного обмена ЮФУ и Франции и еще программ Германии. Но также мы обещаем вас научить качественно делать научные обзоры, писать научные статьи. Кроме того, вы сможете поучаствовать как минимум в двух зарубежных конференциях, что является одним из основных условий вашего участия в данной программе магистратуры. И на мой взгляд, если в общем говорить, когда вы выбираете такую интегрированную научно-исследовательскую программу, вы выбираете программу на перспективу, на будущее, я бы сказала, такую программу всей вашей жизни дальнейшей. Но заниматься наукой человека всегда побуждает его стремление к самосовершенствованию. И вот это самосовершенствование, самообразование, оно, мне кажется, будет способствовать вашим успехам не только в профессиональной деятельности, в нашем случае эта деятельность связана с иностранными языками, но и в любой другой деятельности, какой бы вы не выбрали по окончании вашей, нашей магистратуры. В общем-то, у нас есть страничка, если у вас какие-то вопросы возникают, то на странице study.sfedu.ru в разделе интегрированные программы вы можете более внимательно познакомиться с особенностями нашей программы, там есть ссылки на наши страницы ВКонтакте и Фейсбуке, прошу прощения, ВКонтакте и в Инстаграме. Пока на этих страницах не так много информации, но вы можете следить, мы будем держать вас в курсе, и если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, может быть сомнения, пока которые у вас сейчас возникают, вашего участия в нашей программе магистратуры, вы всегда их можете задать напрямую через Инстаграм, либо ВКонтакте, либо написав на сайте study.sfid.ru и в качестве так, наверное, подводя итог, 28 февраля в 12 часов у нас тоже будет проводиться такой своеобразный вопрос-ответ, такое взаимодействие с нашими потенциальными поступающими, с нашими потенциальными абитуриентами и может быть продумав сейчас ваши вопросы, 28 февраля в 12 часов на платформе Zoom, вы их сможете нам задать персонально, все, что вас беспокоит, все, что у вас сейчас, что у вас вызывает сомнения, вот 28 февраля мы можем на эти вопросы ответить, но вот это наверное в общем и целом все, спасибо за внимание и до встречи. Спасибо, спасибо, мы продолжаем и следующая руководитель образовательной программы Марина Васильевна Ласкова, она расскажет о программе, которая называется перевод в сфере правовой и экономической коммуникации. Марина Васильевна. Добрый день, рада всех приветствовать. Начну с того, что набор на нашу базовую программу перевод в сфере правовой и экономической коммуникации успешно осуществляется с 2015 года и мы всегда выполняли на 100% университетское задание. Руководят программой специалисты, профессора кафедры перевода информационных технологий в лингвистике. Что касается продолжительности программы, тут традиционно она длится два года. Обращаю ваше внимание, что 80% дисциплина осуществляется на английском языке. У магистрантов также есть возможность выбрать второй либо третий иностранный язык, потому что мы предлагаем изучение с нуля испанский и немецкий языки. Что касается области профессиональной деятельности выпускника, то она включает в себя филологию, гуманитарное знание, межязыковую, межкультурную коммуникацию в устной и письменной форме в области коммерции, экономики, финансового менеджмента, юриспруденции, международного и корпоративного права, равно как и государственного управления. Я хочу отметить, что на программе у нас учатся не только филологи и лингвисты, также политологи, регионоведы, рекламщики, экономисты, юристы, педагоги, причем не только выпускники ЮФУ, но и различных ведущих вузов страны. Более того, у нас еще обучаются иностранные студенты. Что касается работы наших выпускников, то они работают и в государственных и коммерческих организациях, в международных переводческих компаниях, образовательных организациях, турфирмах, ну то есть сфера применения знаний и компетенций в рамках нашей программы, она весьма разнообразна. В программу также включены такие дисциплины, как Legal Translation, Business Communication, Theory of Translation и многие другие программы, вы их могли видеть на слайде и видите сейчас на английском языке. Хочу подчеркнуть, что данная программа имеет междисциплинарный характер, поэтому есть дисциплины, которые читаются непосредственно преподавателями юридического факультета. Это договорное право и факультета управления интегрированные маркетинговые коммуникации в деятельности современных бизнес-структур. В целях эффективного усвоения материала магистрантами нами были разработаны также и онлайн курсы. Это Basics of Tourist Excursion Activities, Legal Translation, испанский язык в профессиональном деловом общении и коммуникативная грамматика немецкого языка. У наших магистрантов есть также уникальная возможность проводить экскурсии по Ростову и Ростовской области на английском языке. Более того, мы предлагаем нашим магистрантам знакомство и с новейшими переводческими программами, в частности Мемсурс. У нас тесные контакты с чешской компанией Мемсурс. мы работаем с ними уже два года. Что касается ППС кафедры, он представлен докторами и кандидатами наук. Все мы являемся членами Союза переводчиков России, что позволяет нам взаимодействовать с лучшими представителями данной профессии по всей стране. Что хочу еще отметить. Наши магистранты участвуют во многих мероприятиях международного уровня, помогая осуществлять лингвистическую поддержку. Активность наших магистрантов дает возможность им участвовать в программах международной академической мобильности. И многие уже магистры прошли у нас стажировки и получили сертификаты вузов партнеров в Германии, Румынии, Франции, в области политических наук, межкультурной коммуникации и англистики. В частности, сейчас с 8 февраля наша магистрантка уезжает в Университет Барселоны, где будет изучать курс Advanced English. Наши магистранты также принимают активнейшее участие в конференциях различного уровня, активно публикуются, что позволяет им претендовать на получение повышенной стипендии, в частности, Оксфордской стипендии. Мы постоянно расширяем наши связи с работодателями, обеспечивая таким образом интересные места для прохождения практики. Хочу сказать, что после окончания магистратуры наши выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре, ну и, соответственно, стать кандидатами наук. Ну, собственно говоря, это такая общая информация, которую я сегодня вам собиралась представить, но, чтобы не быть голословной, я могу пригласить тех абитуриентов, которые заинтересованы в нашей программе, на несколько занятий в рамках нашей магистрской программы, где они смогут пообщаться с нашими студентами. Спасибо за внимание, наши координаты у вас есть на слайде, вы видите, можете всегда ко мне обратиться, либо к любым преподавателям нашей кафедры, которые обеспечивают успешно нашу магистрскую программу, и мы вас с удовольствием ждем. Спасибо. Спасибо. Марина Семеновна, пожалуйста, как попасть на занятия? С 8-го числа у нас, как у всех начинаются занятия, пожалуйста, приходите на кафедру, пообщайтесь со мной, запишитесь на то занятие или иное, какое вы хотите, либо напишите мне на почту, на сведушную почту, я думаю, что она всем доступна. Спасибо. Друзья, продолжаем. У нас осталась еще одна образовательная программа, крайне интересная. Это программа «Юридическая лингвистика», и я приглашаю представить эту программу Вадима Юрьевича Меликяна. Вадим Юрьевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Я вам расскажу об интересной программе. У нас программы все интересные и о той специфике, которая с ней связана. Итак, программа по юридической лингвистике реализуется нами с 2011 года. Это единственная программа в стране, которая дает специфические компетенции нашим обучающимся. Ее актуальность обусловлена высокой социальной значимостью явлений на стыке языка и права. Это необходимость филологического обеспечения профессиональной деятельности общества, законотворческой, законоисполнительной и так далее. Проблемы языковой экологии, конфликты, порожденные речевой продукцией СМИ, оскорбления, клевета, противодействия экстремизму и другим деструктивным социальным практикам. Программа юридическая лингвистика это программа по прикладным аспектам русского языка, по коммуникативистике, эколингвистике, правильному использованию языка в самом широком смысле, причем любого языка. Эти компетенции приложены к материалу любого языка. Она нацелена на повышение эффективности коммуникации в профессиональной сфере. За время обучения мы научим наших студентов уверенно разбираться в языковых проблемах права и в правовых проблемах использования языка. качественно проводить лингвистическую экспертизу любых конфликтных текстов, точнее дискурсов, это продукция СМИ, тексты договоров, интернет-контента и так далее. Обеспечивать защиту чести и достоинства, деловой репутации, авторских прав на произведение, фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, торговую марку, слоганы и так далее. Противодействовать разжиганию экстремизма, межнациональной и межрелигиозной розни, осуществлять филологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных и негосударственных организаций в самом широком смысле, обеспечивать защиту от речевой агрессии, оскорбления, манипуляции, фейк и другие проявления, владеть электоральными речевыми технологиями, ну и, конечно же, преподавать дисциплины юрислингвистического цикла в высших и общеобразовательных учебных заведениях. Конкурентные преимущества нашей программы заключаются, во-первых, в междисциплинарности, практикоориентированности, привлечении ведущих ученых практиков к реализации данной программы, наличию научной школы по юридической лингвистике. На кафедре защищено несколько диссертаций под моим руководством. Сейчас выходит на защиту еще одна интересная диссертация по феномену коммуникативного давления, который никак не описан, методология не разработана и как выполнять лингвистическую экспертизу достаточно затруднительно. Плохо представляют лингвисты эксперты пока. Кроме того, еще несколько диссертаций выполняется по этой проблематике. Эта сфера очень молодая, потому что юридическая лингвистика в России развивается буквально последние 20 лет. Для науки это очень мало, поэтому исследовательская повестка самая-самая широкая, причем результаты фундаментальных исследований определяют как раз-таки разработку практикоориентированных инструментов для выполнения специфических видов лингвистической экспертизы по разным категориям дел. Ну и кроме того, очень высокая зарплата. В частности, если вы посмотрите на сайте Южного регионального центра судебной экспертизы Минюста, то один час стоит 800 рублей, если перевести месячная зарплата от 130 тысяч, а в негосударственных организациях эти расценки еще выше, примерно в два раза, а в центральных регионах они еще выше. Кроме того, на кафедре функционирует Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России, поэтому все преподаватели это действующие эксперты, в частности, я выступал в качестве лингвиста-эксперта по уголовному делу бывшего главнокомандующего сухопутными войсками в Московском военном гарнизонном суде в течение трех дней выступал, по делу бывшего прокурора города Новичеркасска, одно из последних дел, так называемое дело бывших военных врачей в Ростовском военном гарнизонном суде, ну и многие другие. По результатам работы одного из наших экспертов, президент России сдал указ о том, чтобы вывести из объектов лингвистической экспертизы четыре канонических текста, Библия, Коран и другие. На мое заключение ссылался генеральный прокурор в ответе на одну из жалоб и так далее, то есть мы вполне востребованы. Кроме того, мы проводим ежегодную научно-практическую конференцию язык и право, которая является в том числе площадкой для апробации результатов научно-исследовательских работ наших магистрантов, аспирантов, хотя там публикуются и солидные ученые. Сборник издается по материалам конференции, размещается в РИНЦ. Какие дисциплины мы предлагаем? Методологического плана дисциплина, конечно же, это юридическая лингвистика, практика ориентированная, лингвистическая экспертиза, это ключевые дисциплины, более специализированные дисциплины речевое воздействие, речевая манипуляция, экстремистский дискурс, речевые технологии вовлечения в деструктивные социальные практики, это онлайн-курс, общего характера дисциплины выравнивающие, это прикладная лингвистика, стилистика речи, экология языка, есть еще специализированные дисциплины из междисциплинарных смежных областей. Основой криминалистики и экспертной деятельности читает юрист-криминалист. Религии в современном мире или религиозный экстремизм читает заведующий кафедрой религиоведения. Психология социальных конфликтов – это доцент Академии педагогики психологии. То есть все специалисты, каждый в своем профиле. Работают наши выпускники в самых разнообразных сферах. Но прежде всего, конечно же, это линглоэкспертные отделы правоохранительных и законодательных органов. Я уже упоминал, Южный региональный центр судебной экспертизы Минюста во многом укомплектован нашими выпускниками. МВД – очень много наших выпускников. Следственный комитет создает сейчас такую структуру. Прокуратура, Роскомнадзор, Главный радиочастотный центр и другие. Последние две структуры надзирают за качеством контента СМИ, печатных, электронных и других. В частности, Главный радиочастотный центр создал линглоэкспертный отдел буквально пять лет назад. И первая ставка была как раз под нашего специалиста-выпускника. Сейчас она начальник отдела, и у нее в подчинении еще три наших выпускника. Развиваются достаточно хорошо. В регионах, в других субъектах федерации тоже такие специалисты востребованы. Единственное ограничение, конечно, жилье. Если готов магистрант переехать, тогда этот вопрос решается, и зарплата очень высокая. Кроме того, в законодательных, законоисполнительных органах, в различных субъектах федерации, различного уровня такие отделы существуют, где-то создаются, и специалисты нужны. В СМИ каждый выпуск электронного печатного издания он должен проходить юрисло-лингвистическую экспертизу. Тогда не будет судебных исков. Рекламная продукция. Очень много рекламы, которая нарушает нормы, предписанные, существующие. То есть реклама недостоверная, либо недобросовестная. Пиар-агентства, ну и другие подобные структуры. Кроме того, сфера публичной коммуникации в самом широком смысле, причем любая крупная компания. Руководитель отдела по связям с общественностью, губернаторы, мэры, другие чиновники и так далее. Мы с вами становимся регулярно свидетелями различных конфликтов, либо каких-то конфузов чиновников самого высокого уровня, потому что они как раз-таки пренебрегают этими компетенциями, такими специалистами. Ну, конечно же, образовательные и научно-исследовательские организации, как я сказал, повестка исследовательская самая широкая. А если специалист пойдет даже работать в школу либо в другую образовательную организацию, то он будет вооружен очень эффективным инструментарием в плане воспитательной работы. Кроме того, я бы еще назвал конкретные примеры, где работают наши выпускники. Это помощник губернатора Тульской области, замминистра правительства города Севастополя, начальник отдела образования Акцайского района и другие позиции. Поэтому здесь выбор самый-самый разнообразный. Конечно, можно рассказывать еще долго, но я ограничен форматом, поэтому спасибо за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу. Можно писать на электронку, звонить. Мы вас ждем. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Владимир Ильич, спасибо. Мы успели представить все образовательные программы в магистратуре. Друзья, может быть, если есть вопросы и сейчас, это можно сделать или задать вопрос, вы можете, или написав сообщение в чат. Можно также сейчас поднять руку, задать вопрос голосом. Но, в общем и целом, надеюсь, что руководители программ, вернее, уверены, что руководители программ были достаточно информативны, и информация, которую они представили, была исчерпывающая. Гульнаша, что подытожить на какие-то моменты, особо обратить внимание? Спрашиваю я, и сейчас останавливаю презентацию для того, чтобы вполне возможно подвести итоги сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое, Андрей Сергеевич. В чате у нас на данный момент нет вопросов. И я так понимаю, что раз руки не поднимают, то и у абитуриентов на данный момент нет вопросов. Руководители образовательных программ очень подробно, мне кажется, рассказали и о том, что нужно сделать, чтобы поступить, и что ожидает на программе, и каков будет результат обучения по той или иной программе. Поэтому я думаю, что нам следует пожелать нашим абитуриентам скорой встречи, удачного участия в вступительных испытаниях, не забывать про конкурс-портфолио, про олимпиаду для поступающих в магистратуру, и встретиться 1 сентября в стенах Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. Спасибо, спасибо всем за участие, спасибо за информацию, спасибо за интерес к нам. Запись этой встречи мы сможем найти уже через буквально 10 минут на нашей страничке в Фейсбуке, сделаю обязательно рассылку. Будем на связи и до встречи в Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного Федерального Университета. Спасибо, всего хорошего.